всем привет добро пожаловать на канал сегодня мы приглашаем димаша с песней дударай если я не ошибаюсь это одна из самых новых песен которые загрузил димаш они много рекомендовали ее мне в instagram так что это вызвало у меня сильное беспокойство и я сказал что мы должны быстро отреагировать на это так что если вы хотите чтобы я написал вам я бы хотел чтобы вы написали мне песню дударай которую димаш написал мне похоже мы вместе пойдем смотреть видео мне показалось что я прикасался к нему но из-за тумана я не мог его идентифицировать ребята мне уже рассказывали об этом инструменте на котором играл димаш и что я уже использовал его в некоторых песнях я не могу вспомнить его название если кто-нибудь знает оставьте это мне в комментариях русская девушка по имени мария дочь егора семнадцати лет от рода он че тэгэ келькин кэзэ вот что ей было в то время она влюбилась в казахского мальчика по имени дудар хорошо первое впечатление ведь немного тяжелым голосом с лирическими строками было немного неясная расстановка и теперь внезапно изменил вку если ты еще не подписался пожалуйста сделай это нажав на красную кнопку которая бесплатно и ты мне очень помогаешь в развитии канала он очень сильно играет в маске но все немного громче высокие гармоники присутствуют больше всего и это очень смягчило голос хотя и не так сильно но тем не менее он стал более заметным что касается нот в масштабе да что касается яркости голоса верно и с этими словами она повернулась к нему сомневайся увы мой сомневающийся увы я пришел в этот мир только из-за тебя ухты я не знаю что он имеет ввиду сомневаться увы потому что в переводе это звучит так но он только что сказал фразу я приехал в этот мир ради тебя что я не знаю будет ли перевод очень точным но это очень красиво я потом как следует поищу ее что касается вокала он довольно много играл в динамику он пел нам сильным сильным голосом и переходил на тоненький голосок в одной и той же фразе это также помогало ему акцентировать внимание на некоторых намерениях чего-то что он поддерживал и очень разумно использовать этот ресурс вы слышали какова была легкая мягкость этого голоса без всякого напряжения пел своим модальным голосом но немного медленно чтобы не растягивать грудь это было слышно очень легко может быть даже с небольшим количеством воздуха чтобы придать этой мягкости но этот ритм который очень напоминает мне музыку 90-х можно сказать а а а а Субтитры делал DimaTorzok Трехголосный припев, который звучал безупречно и очень синхронно. Вау, на этой волне немного РБ, мне это нравится. Синхронизация. 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 это замечательно ребята и знаете что меня беспокоит потому что я всегда говорю я не знаю узнаю ли я модальный голос димаша разговорный голос скажем так потому что я всегда чувствую это в каком-то месте но со мной только что случилось в этой песне что я чувствую что этот голос которым она только что пела показался мне самым естественным верно без такого высокого вкуса или какой-либо притворства я чувствовал что это был довольно естественный голос давай вернёмся на секунду и какой милый голос я чувствую что она очень естественная я чувствую что она ни к чему не стремится я чувствую что она почти разговаривает и это очень приятно те кто исполняет вокал эти люди которые исполняли для него припев поют вместе с ним но на самом деле это не так та же мелодия анти агейсон аганси а 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 они не исполняют вторую они не развернуты но они поют одни и те же ноты верно а 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 и это было в живую ребята это что-то невероятное честно говоря как бы я не старался материал для постпродакшна это видео мы его слушаем и оно похоже на студийную запись но на уровне бога это потрясающе ребята какая прекрасная песня мне она очень понравилась я не знаю есть ли у димаша еще одна песня с таким ритмом похоже но я не слышал ничего подобного в этом стиле я чувствую что он умел использовать все верно он не был там все время он не использовал свистки как сумасшедший мне кажется он умел использовать каждую секунду каждый момент чтобы привлечь внимание и держать нас в ожидании это действительно то использование которое он сделал с этим флаголетом это маленькое уведомление которое прозвучало как свист мне кажется очень умным замечательным правда и как и все что делает димаш ребята я был в восторге и да друзья мы не могли ожидать ничего другого от димаша вы знаете что если вы хотите чтобы я пригласил еще димаша любую другую песню или любого другого исполнителя они скажут габриэль откуда ты его еще не знаешь как ты не привел его на канал оставьте это мне в комментариях я их читаю если им нравится мой контент я прошу их пожалуйста поставить мне лайк оставить комментарий или подписаться если они еще этого не сделали нажав на красную кнопку и активировав звуковой сигнал чтобы узнать когда я загружу новые видео вы можете подписаться на меня в социальных сетях и мы увидимся в следующий раз когда вы продолжите делиться этой музыкой чао